Вот уже седьмой раз «Город над Богом» принимает финальный этап открытого областного фестиваля конкурса юных модельеров. Желающих презентовать свою работу было очень много. И даже в финал вошли почти две сотни самых креативных и ярких участников, 50 из которых – представители Бреста и Прибужья. Ежеводный у нас фестиваль, фестиваль творчества, фестиваль моды, фестиваль юных модельеров, те, кто начинают только свой творческий путь. Каждый год ребята нас удивляют своими креативными идеями, своим подходом, видением к одежде, аксессуарам, к тому, как они хотят, чтобы выглядел мир, чтобы выглядели мы с вами. Это их видение, это видение будущего. Конкурс юных модельеров Брест Джуниор Фэшн является областным открытым, поэтому у нас участвуют не только представители Брестской области, но и гости из других областей. В этом году у нас Гродно, Минск, Светлогорск. В прошлом году тоже были представители из Гродно, бывает из Гомельской области. Количество участников, как правило, до 300 человек доходит. Юные модельеры представили вниманию жюри и зрителей 24 коллекции одежды в номинациях «Школа-подиум», «Театр моды», «Юный дизайнер» и «Школа моды», а также 23 коллекции аксессуаров в номинации «Стильное дополнение». Мы участвуем в двух номинациях, это «Юный модельер» и «Подиум школа». «Юный модельер» — вот наши костюмы, собственно, это хмарки, и вторая — это променад. В этот раз решили выбрать что-то по весенним мотивам. У нас есть сюжетная линия, это как небо после дождя. Изначально буря, гроза, а затем радуга. Вот. Готовились мы довольно-таки долго. Мы ездим каждый год, и нас это мотивирует делать что-то большее. Мы хотели показать людям, как можно скомбинировать ткани и как можно носить одежду. Каждый костюм подобран под интересы и характер участника. У кого-то он более дерзкий, у кого-то более такой нежный. Коллекция была составлена вместе с нашим руководителем, Пресековой Натальей Александровной. Мы сегодня представляем коллекцию нашей школы, называется «Красная рябина». Мы ее делали вместе с нашим руководителем по трудовому обучению, и мы считаем, что мы неплохо справимся с этим испытанием и пройдем в финал. У нас на одежде необычные рисунки, которые мы сами рисовали своими же руками. Нам никто не помогал, прошу заметить. В этой одежде можно выйти и просто погулять, возможно. И также представить ее и на конкурсах. Жюри отметила нестандартное решение в создании коллекции, использовании различных материалов и техник и высокий уровень сценического мастерства. А гран-при присудили коллекции «Выбери меня» команды 24-й Брестской школы и «Гродненцам» коллекции «Дух непокоренный». Мы представляем коллекцию «Дух непокоренный». Это смешение современного стиля вместе с народным. Мы хотим показать то, что народная белорусская мода, она живет и будет жить дальше. Особенность в том, что у нас как бы средневековые, у нас будет король и королева, и их подчиненные, которые с ними всегда, они им преданы. Мы хотим показать силу нашего народа, непокоренный дух. Вот как раз-таки вот эта одежда выражает нашу мощь, нашего народа. Это идея нашего учителя труда. Материалы, как вы можете увидеть, использовались как мешковина, и также лен, потому что это белорусская одежда. Обычно в таких делали костюмы и продолжают делать, и будут делать. Редактор субтитров А.Семкин